В Беларуси на сегодняшний день В Республике Беларусь существует всего лишь одна статья И у нас жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечья Равное истязание животных предусмотрено только административная ответственность Которая предусматривает наказание в виде штрафа от 10 до 30 базовых величин На сегодняшний день в Республике Беларусь базовая величина установлена в размере 100 тысяч белорусских рублей Вот, значит, штраф от 10 до 30 базовых величин Или административный арест Максимальный срок административного ареста 15 суток Здравствуйте Здравствуйте А мог бы я отведать бульон специально? Здравствуйте А предпочел бы небольшие против крови в следующем солнце? Здравствуйте Здравствуйте А мог бы я уснуть из своего солнца? Да и бульон специально с вашей милой По нашему действующему законодательству составлять протокол об административном правонарушении за жестокое обращение с животными Уполномоченные исполкомы Местные администрации в городах, либо это сельские поселковые советы в регионах Они составляют протокол, если они находят признаки административного правонарушения и далее обязаны передать протокол в суд И уже суд выносит решение, привлечь человека к административной ответственности или нет Кто-то даже сравнивает, что геноцид, фашизм существует по отношению к животным Случаев жестокого обращения с животными в Беларуси огромное количество Основная причина, почему они не доходят до суда, почему они не предают согласки Во-первых, я считаю, что это очень слабая правовая проинформированность нашего населения Недостаточный уровень правовой культуры Доберман Эйс был сдан в функт временного содержания отлова в ГП «Фауна города» в городе Минске Его оттуда забрали волонтеры Некоторое время он содержался в нашем импровизированном приюте Туда стал приходить молодой парень, помогать как волонтер Присмотрелся к этой собаке Она ему понравилась, была решена Какая-то проверка была элементарная этого человека Было решено передать эту собаку ему И спустя небольшое время Как вот просто удар по голове Не знаю, как это образно с чем-то сравнить Мы узнаем о том, что этот человек эту собаку убил Убил, выкрутив голову с туловища Сняв шкуру с туловища собаки Можно, конечно, много показывать Тело без головы Он выкрутил голову, с головой пришел Сделал это в темное время суток За кольцевой дорогой в городе Минске Пришел домой в руках, держа голову, весь в крови Все-таки удалось добиться решения суда Этому парню, который сотворил такое Дали 15 суток административного ареста Она была на стройке с щенком Где-то ей 4 месяца была На привязи, на такой короткой А там ее мужики, когда подпевали Напаивали ей водкой Играли ей в футбол Ну, вообще, она была, конечно, очень зашуга Она очень страшная Ну, потом ее, ну, не то, что украли Мы ее кормили, они ее вообще не кормили Мы ездили и ее кормили каждый день А потом ее забрали, они приехали Хотели снести нас в дом трактором Прямо ехал Ну, это тот предыдущий Говорю, я вас тут всех Ну, потом мы там поговорили с ними Дали им бутылку И они от нас отстали Ну, все, он все кричал, что я вас отсюда выстрел И все Дай тебе печеньку На, ты будешь есть Вопиющий случай был буквально, наверное, месяц назад Когда достаточно пожилая женщина Просто на глазах у людей, у детей Палкой забила кормящую кошку, остались котяты Несколько лет назад за жестокое обращение с животными Дали двое отсуток ареста директору Минского ЖЭС Которая приказала замуровать в подвалах котов По поводу этого закона Отрицательно Это опять приравнивание к вещам Это опять то, что хозяин может Своё животное здоровое Абсолютно усыпить Выбросить, потерять Да все что угодно Это моя вещь Хочу переломаю, хочу Убью, хочу, что хочу сделать Предполагалось Есть никакие минимумы животных Два животных в доме Все что больше, оно подлежит изъятию В том числе, этот закон предусматривал список потенциально опасных пород Которые нельзя содержать в квартирах Можно содержать только в частных домах Но опять таки, этот список был очень большой И включение очень многих пород в этот список было необоснованным То, что вносили мы, зоозащитники, в этот закон Предложение о том, что обязательность стерилизации непородистых животных Животных, находящихся не в питомнике, которые в разводе животных, в частных лицах Обязательно животные должны быть стерилизованы Если ты не индивидуальный предприниматель, занимающийся разведением животных Не занимайся тем, что ты не умеешь Да, когда мы этот проект увидели, тоже ужаснулись Но если бы он был принят, то жестокости стало бы гораздо больше Мы цены используют, если ничего используют нельзя Там тот же самый антидотик, только другое производство, рога степени очистки За шкирку Вот сейчас, например, свето держат за шкирку, а здесь уже нормально Государственные клиники зачастую не оснащены той аппаратурой, которую бы хотелось видеть То есть, в основном, редко, когда есть рентген аппараты Редко, когда есть аппараты УЗИ, которые, в принципе, нужны в диагностике В основном, вся ветеринария в Беларуси, это так, терапия И основана на своем опыте и на том, что ты видел Мы хорошо и точно знали, что районные клиники И об этом рассказывали самые ветеринарные врачи Государственные клиники Работали вообще без наркоза Придя с подупранным на улицу постомным котом Очень многие, скажем так, наши ветеринары Они очень, во-первых, брезгливо относятся к этому Это раз Во-вторых, есть политика такая, что, типа, зачем вам это надо усыпить А если будет кожа натянута, то будет небольшая болевая реакция Вводите медленно, пальцем жидкость эту немножко распределять Вас учат в основном для колхозов То есть, для того, чтобы работать с крупным органом, с котом, со свиньями Собаки затрагиваются очень поверхностно Про кошек вообще речи быть не может Есть в Витебске, в Академии ветеринарной медицины Есть кафедра болезней мелких животных Но даже на ней в основном рассматривают кроликов и пушных зверей То есть, это лисицы, песцы и так далее и тому подобное Про кошек, в принципе, там особой речи быть не может Рассматривается, наверное, одна болезнь, панликопения и все То есть, чумак Выпускают врачи очень много для того, чтобы Ну, наша страна, агространа Для того, чтобы молодыми специалистами заполнить колхозы, сархозы Вы, наверное, видели недавно в интернете показывали, как в селе белорусском убивают корову Просто краном поднимают ее, загружают в куш Это страшно Это вообще, то, что показали, уму непостижимо Бьют молотком по голове или топором чему-то Что это за приборы, не знаю Хохочут в это время Самое ужасное, что там находятся и женщины Среди этой группы убийц Они убивают вот таким образом Причем они не убивают, они, ну, наносят травмы этой корове Потом поднимают высоко на этом тракторе И сбрасывают с этого ковша недобитую корову в машину Гонку До скорых встреч Вернули Мужчин Эти Ведет Легко Непроджим Ведет Легко Девушки отдыхают. И что вы думаете, что-то изменится? Ничего. До сих пор, пока не появится в стране закон, который реально будет сохранять животных, в нашей стране не изменится ничего. Убивать будут как можно дешевле, как можно более дешевыми способами. И самое страшное, что у нас в селе народ жестокий. К сожалению, организации, которые занимаются спортом с хозяйственными животными, нет. Это очень сложная работа. Даже не представляю, какая организация, с какой силой может за это взяться. Потому что должно быть очень серьезное оснащение и юристов, и машин для выездов, и экспертов. В общем-то и разрешение посещать фирмы. Девушки вегетарианки. И мы пропагандируем, но мы не пропагандируем это навязчиво. Мы нигде не говорим, если я не ем мясо, ты не должен есть. Мы даем информацию, мы даем статьи, мы даем видеоматериалы. Мы сейчас вот опять готовим новый материал на главную с фотоальбомами, с хорошими, серьезными нашей поручанки. И мы просто даем выбор. То есть, когда человек знает правду, он имеет возможность выбора. И вегетарианство. И мы, конечно, много даем информацию против ношения меха. Да, обязательно. И никто в виде никогда не оденет натуральную штуку. Любить кошку или собаку нужно, одеваться в штуку лисы и, зная, какие ты програния доставляешь, ну, наверное, уже мы это пережили. Многие наши волонтеры являются вегетарианцами. Веганов очень мало. Есть даже, которые сыроедением занимаются. Есть такие. Будем говорить, что сегодня это у нас еще пока не настолько развито. В принципе, и волонтерство у нас развито еще не до конца. Сейчас посмотрим. Через эгиду получали помощь и медведи, в частности, вот в Молодеченске, и лошади, и птицы поломанные, подобранные, и черепахи, и кролики. И очень многие животные появляются на сайте, потому что, опять же, к сожалению, нет таких служб, которые могут помочь всем. Животные не только коты и собаки попадают в виды, и люди не знают, куда обращаться, и звоня в службу МЧС, и звоня в какие-то определенные инстанции, им почему-то дают телефонные виды. Дикими животными, лисами, волками, медведями, косулем, имеют право заниматься только лесничеством, зоопарком. Люди, которые работают с дикими животными. Был у меня случай, когда обратились ко мне как к перевозчику, у меня есть машина для перевозки лошадей, с просьбой привезти врача на ветеринарную лося сбитого. То есть люди сбили лося и пытались его спасти, привезти на клинику. И встретили огромный протест со стороны государственных служб, егерских служб, которые просто намеревались этого лося на месте убить. Когда мы смотрим соревнования, где выступают великолепные и прекрасные кони, очень редко люди задумываются, а что происходит с этими лошадьми потом. К сожалению, индустрия конного спорта – это жестокая индустрия. Лошадей спортивных и неспортивных два государственных института регулируют. Это Министерство спорта и туризма, и это Министерство сельского хозяйства. Естественно, что с точки зрения Министерства сельского хозяйства – это мясное животное в первую очередь, мясное, молочное, сельскохозяйственное. С точки зрения Министерства спорта и туризма – это животное, спортивные снаряды. Лошади, которые приходят к нам со спорта, как правило, они требуют определенной реабилитации. Часто приходится восстанавливать их здоровьем, медикаментозными методами, а иногда просто достаточно обеспечить хороший уход и дать отдохнуть. И мы стараемся, чтобы такие вот бывшие спортивные лошади чувствовали себя нужными, чтобы у них была возможность дожить свои дни и умереть естественной смертью в заботе и в любви. В силу возраста или в силу травм зачастую это животное просто уходит на мясо. Начиналось все спонтанно с того, что приехали в государственное хозяйство, в колхоз покупать спортивную лошадь. Увидели в очень печальном состоянии маму, выбранной нашей нами лошади, старенькую, с запущенными ногами, с копытами огромными, отросшими, с диким кашлем. Узнали, что ее завтра увозят на мясо, ну и в результате договорились, забрали эту маму. Мы не берем сразу одновременно несколько лошадей, то есть каких-то лошадей мы пытаемся просто сфотографировать красиво, написать их историю, разместить в интернете, пропиарить и найти им хозяева, не выкупая самостоятельно. Если мы видим, что не удается найти хозяина, а сроки у лошади поджимают, тогда мы забираем эту лошадь себе, пристраиваем и уже на полученные за выручку деньги покупаем следующую. В среднем от 30 до 50 лошадей в год. Полгода назад наша группа ВКонтакте помогала собирать средства на лошадь, спасенную от убоя. То есть девушка, которая работала на конюшне, обратилась в группу с просьбой о помощи, о сборе средств для лошади, которая уже старая и которую хотели убить. То есть я так помню эту ситуацию, очень хорошо, что очень многие люди откликнулись. Собрали денег, закупили на зиму запас сена, корма для лошадки. Сейчас с ней все в порядке, она немножечко подлечилась где-то и доживается, и осталась вот для этой девушки. Люди стареют в деревнях и своих лошадей пытаются продать. Именно продать, а не сдать на мясо. Однако 90% таких лошадей именно уходят к частным мясникам. Приезжают мужчины, вежливые, аккуратно одетые, очень вежливые. И начинают рассказывать, что вы нам продаете лошадку подешевле, мы ни в коем случае не на колбасу. Мы, лошадка будет жить, работать, работа у нее будет легкая, дом будет замечательный. Старики верят и за бесценок отдают своих лошадей. У этих лошадей порода уникальная, очень красивая, очень добронравная. Эти лошади добрые, эти лошади могут использоваться как в упряжи, так и под верхом. Эти лошади могут быть использованы в ипотерапии, для лечения больных детей, потому что обладают замечательным характером. Эти лошади могут быть использованы для туризма, но так сложилось, что основное использование этих лошадей стало мясное. Парадокс в том, что в некоторых хозяйствах до 90% родившихся жеребят в 2-3-летнем возрасте сдаются на мясо. Но спрос на породу ажиотажный. Когда мы, группа энтузиастов, пытаемся помочь этому хозяйству и получаем добро от директора, все эти кони тут же уходят на экспорт. Их достаточно немножко очистить, отмыть, сделать красивые фотографии. И россияне, наши соседи, с огромным удовольствием покупают этих лошадей и покупают за хорошие цены. Когда мы не можем найти хозяина для лошади, который устраивал всех, проводятся иногда такие акции. Маленький жеребенок, красивый пегой масти, сдается, был сдан на мясо. Была возможность его выкупить прямо с бойни. Но не было хозяина, кто бы хотел взять этого жеребенка. Мы скинулись кто 10 долларов, кто 20 долларов, кто сколько мог. Выкупили этого жеребенка и подарили православному монастырю. В Беларуси очень много сказаний, легенд о лошадях, где лошадь это помощник человека, где лошадь это спаситель человека. У беларусов лошадь на уровне архетипа это не еда. У нас есть конину не принято. Беларусы сами не едят конину. То есть для беларусов лошадь это практически святое животное. Это помощник, это спаситель, это тот, кто рядом с тобой на протяжении столетий жил, трудился и тянул верну. У нас нету, скажем так, вот этой вот культуры, или я не знаю даже как это назвать, сосуществование с животным миром. По чьей вине животное оказывается на улице? В основном по вине людей. Они берут животных и, наверное, воспринимают их как игрушку. Побаловались и выбросили. И таким образом, да, животные оказываются на улице. Я хочу сказать, что бездомные животные были, есть и будут. В Беларуси менталитет наш не настолько развит, чтобы их не было. У нас такой менталитет. То есть стерилизовать жалко. А не думаешь, что топить, закапывать, это для них нормально. К сожалению, не хватает и мозгов у нашего народа. Мы пришли волонтерское движение, чтобы помочь бездомным животным города Гомеля. К сожалению, в нашей стране такая ситуация, что нету закона о защите бездомных животных, вообще животных. И поэтому кто, кроме нас, людей, им поможет? Люди предпочитают некрасивого не видеть. Было сегодня животное на остановке, завтра исчезло. Куда исчезло? Люди не думают. А на самом деле, скорее всего, случилось, что очень нехорошее. Ну, большая часть, как бы, скажу так, жалеет. Вот если помогать, то это очень редко. Даже вот смотришь по интернету, что в основном где-то напишут, помогите, он там лежит, умирает. Ну, ты возьми, пока вы пишете, за это время животное может погибнуть. Ну, ты сейчас ему прямо окажи помощь. Если захочешь, всегда есть возможность. Вот этого котеночка мне, конечно. Сегодня нашли, буквально я шла на работу, его увидела. Было все за полчаса дною. Вот такие вот ситуации нам очень часто попадают, что данное животное, конечно, само не выживет на улице, он требует определенного ухода, определенного лечения. Я думаю, что месяц-два и из этого страшненького котеночка получится очень большой, красивый, шикарный кот. У меня некоторые люди помогают. Я даже порой не знала, допустим, что человек помогает бездомным животным. Сойдемся ближе, поговорим. Оказывается, человек почти таких же идей придерживается, как и я. Тех, кто подкармливает, много. Но подкармливание котов во дворах не решит проблемы никогда. Это, скажем так, это просто верхушка айсберга. К сожалению, именно вот такое подкармливание котов во дворах, в подвалах и так далее, как правило, провоцирует еще большее размножение и их рождаемость. Когда нам принесли дикое животное, птицу, практически дети ее чуть ли не забили до смерти. Мы ее выходили и выпустили. Птица водоплавающая, перелетная. Вот совершенно случайно к нам попала. Просто дети били ее палками, и мужчина у них отобрал и принес к нам в кабинет. Второй мой врач рассказывал. Они с сыном ездили на рынок, и сидит на остановке котенок. Подходит ребенок и начинает его пинать ногой. Стоит мама рядом, и мама абсолютно ничего ребенку не говорит. То есть она видит, что ребенок издевается, грубо говоря, над животным, но мама замечания ему не делает. Вот у меня второй врач, Светлана Александровна, подошла к матери и говорит, неужели вы не видите, кого вы растите? Вы заведомо растите уже морального урода, который будет издеваться над животными. Так там еще скандал был. Что вы лезете к моему ребенку, да кто вы такая? Все зависит от нас. Как мы будем воспитывать наше будущее поколение? Все в наших руках. Такие будут вырастать дети, и так они будут относиться к окружающему миру. Либо будут все уничтожать, либо будут, наоборот, помогать и сочувствовать. Многие задают вопрос, где коты и собаки? Их нет на улице. Хотя служба отлова уверяет в том, сколько я была на круглых столах, средства массовой информации, что цифра достигает 12 тысяч в год отловленных животных. Я не соглашусь с этим, потому что думаю, что в большинстве случаев эта цифра подписывается для того, чтобы служба отлова работала. Это учреждение занимается обловом безнадзорных животных. Но, как мне говорили, что выезжают они только по вызову. То есть, если люди звонят сюда и говорят, что вот, увидели там-то бездомное животное, пожалуйста, приедьте, отловите. Вот в таком случае и чаще всего сами люди привозят, сдают своих питомцев. Это тоже по заявкам, вот эти отстрелы. То есть, граждан, вот, то есть, залаева собака. Вот, и сразу люди, кто не любит животных, вызывают. У нас в основном, так говорю, приняты, я говорю, отстрелы. Вот это вот, ну, на мой взгляд, это вот уже всего. Приюта как бы нету, есть только пункт временного содержания. Это на зе. Все-таки за пять дней тяжело, чтобы даже предыдущий хозяин нашел свою собаку, потому что, либо кота, потому что не все знают, где расположено это учреждение и вообще, что оно существует. Здесь размещают собак, котов, вот, временно, пока не найдется новый хозяин, либо предыдущий хозяин, и либо собаку спляют. Это два отсека, да? То есть, это получается где-то 16 животных, собак. Ну, и котов отдельно. Я начала ходить с другим волонтером, с Диной. А она налаживала как бы мосты с начальником данного участка. И ей разрешили, дали добро фотографировать животных, потому что до этого не разрешали. И потом, уже год назад, вот, я попросила, чтобы разрешили выгуливать собаку. Искали волонтеров, чтобы нам помогали выгуливать. Вот, и таким образом уже год как выгуливаются еще собаки, а до этого только стояли в арьерах. Сначала, как мы ходили сюда, такое чувство создавалось, ну, по-моему, мешаем работникам. Вот, сейчас они видят, что есть постоянный человек, который ходит, что это не просто так. Начальник требует, чтобы было свободных три вольера. Если они заполняются, вольеры, да, то тогда животных сцепляют, если мы не успеваем найти новых хозяев для животных. В регионах пообщения знают о том, что у нас есть некие информативные акты, которые, оказывается, говорят о том, что собаку надо отловить, доставить в некий пункт отлова, там минимум пять дней продержать, что если усыплять, то усыплять надо специальным препаратом, который зарегистрирован в Республике Беларусь, который не причинит собаке беспокойства и боли, чтобы она ушла в мир иной, в глубоком сне. Они этого не знают. На данный момент в нашу организацию обратилась грекова Светлана, хозяйка собаки по кличке Альма, которую убили 25 мая 2013 года. По словам хозяйки, и, соответственно, ее слова подтверждаются словами очевидцев, собака была убита зверски. И убивают подручным материалом, монтировками, досками, палками, в каких-то регионах током убивают, ну, куда-то завозят, в какие-то помещения убивают. Там убивают животных. Собак в вольерах 150, должно быть. Машины каждые... Восемь машин, каждый день выезжает восемь машин. А в вольерах находится всего 35 салан. Где остальные? Они их добивают, они их добивают, и по четвергам все трупы вывозят. Вывозят и вывозят и вывозят. На сегодняшний день в Гомеле, конкретно в Гомеле, животных отлавливают и в день отлова усыпляют электрическим током. Предварительно животное загоняют в клетку, обливают водой, подключают электрический ток. Я сама лично интересовалась, куда же деваются трупы животных. То есть мне, как обычному человеку, было это интересно, чисто из такой точки зрения, как куда же все же, да? И то, что я услышала, меня просто привело в шок. То есть трупы животных, котовых собак, которые умерщаются спецкоммунтрансом, завозят на утиль завода Будда Кошелев, где трупы котовых собак перерабатываются в мясоокусную муку, которую потом добавляют в комбикорм для коров и свиней, то есть для сельскохозяйственных животных. Потом мясо этих убитых сельскохозяйственных животных, то есть свиней и коров, едят те же люди. Человек, ставший хоть один раз свидетелем отлова у нас, он надолго получает просто психологическую, если не сказать психическую травму. Я была сам директора по зоозащитной деятельности. Я скажу так, это один из самых страшных периодов в моей жизни и одновременно это самый счастливый период в моей жизни, потому что я тогда жила в Москве, и когда, в общем, мы решили создавать Экипу, я сделала очень серьезный шаг, я уехала из семьи, не бросая ее, конечно, но я вернулась обратно домой в МИИ и стала председателем Экипы, и уже будучи председателем, мы посещали Министерство жилищно-коммунального хозяйства, где нашли поддержку в общем-то в том, что пустят зоозащитников на фауну, предоставят мне должности кабинет и дадут возможность попробовать сделать что-нибудь гуманное для животных в месте, которое, в общем-то, называлось живодерка. И к нему страшно было подойти. Нам не нужно было думать и арендовать никакие домики, куда их вывозить. Мы их спасали прямо на месте. Мы их и лечили на месте, и возили в лучшие клиники на стерилизации, и рекламировали оттуда, и стригли их, и мыли. И волонтеры сидели в клетках, мы начали их выгуливать, они перестали писать так, и держись в этих вонючих, загаженных клетках. С утра до вечера, с открытия до закрытия там были волонтеры, и поэтому два года это счастливой жизни и для тех, кто любит животных, кто туда пришел волонтерами. это счастливая жизнь и для меня, это счастливая жизнь и для животных. На сегодняшний день, конечно, все печально. На сегодняшний день информации у нас не так много, но волонтеры все равно пытаются выкупать, вывозить, спасать этих животных. Но поскольку там все-таки безумная инфекция, поскольку животные там не лечатся, а когда проявляются уже признаки заболевания, усыпляются, то и люди зачастую забирают животных уже с проявлением либо болезни, либо она через день или 10 дней проявляется. И получается, что фауна содержится за бюджетные деньги, за деньги с налогов владельца в стабах, но в то же время самую дорогостоящую работу все равно продолжают выполнять по содержанию, по длительному содержанию, по кормлению, по лечению, по стерилизациям зоозащитной организации и волонтерам. А фауна тратит деньги все-таки на отлов и эвтаназию. Ситуация была критичная. В городе очень много бездомных животных. Помощи для них, каких-то приютов в Гродно не существовало. Нас очень мало. Хотя вроде бы город Гродно не маленький, сочувствующих много, но желающих конкретно помочь очень мало. Очень тяжело, очень сложно, мы уже просто устали. Это уже ощутимо, два года существуем, но мы действительно устали именно из-за того, что в зиму... Мы делаем очень важную задачу, мы не просто спасаем животных, мы людей очень руманно относиться к животным, а не как к биомусору, который надо просто убрать с улиц, неважно каким способом. Грида — это 18 женщин, и, конечно, среди них очень много молодых женщин, и поэтому периодически два-три человека у нас уходят в декрет, и реально работают, остается человек-пеклотница. Еще будешь? Будешь или не будешь? Уже пробуют из баночки кушать. У нас волонтеров порядка 300-400, но постоянный такой костяк волонтеров это порядка, наверное, 70-80, может быть, 100 волонтеров, которые уже долгие годы с нами, с которыми мы, наверное, делаем волонтерскую работу со 2007 года, когда мы пришли все вместе на фауну, на местный пункт отлова в Каназе и Животе. Говорить можно много, переписываться, но когда есть реальная работа, есть реальные животные, есть реальные дела, есть реальные мероприятия, есть реальные изменения, тогда, когда виден результат, тогда хочется присоединяться. потом эгидо все-таки это не сообщество бабушек, а вы видели, что это, в общем-то, сообщество молодых, красивых женщин. Это приют Общества защиты животных эгидо, организованным два года назад. Здесь, как правило, содержится порядка 45-50 котов. Мы не ставим перед собой целью переловить всех котов на улице. Помещение у нас маленькое. В основном коты, которые попадают к нам, это коты бывшие домашние. Это коты, которые оказались на улице по вине людей, которые были выброшены. И те, которые вот в основном без человека на улице просто сами не выживают. Мне приходится каждый, каждый день по несколько раз отказывать, меня и ругают, и обзывают, и обвиняют. Ну, терплю, срываюсь очень редко, потому что всех не заберу, сами понимаете, это невозможно. У нас сейчас очень много. Вначале, значит, нам и втроем вышли, потом добавили, добавили, добавили. Сейчас уже у нас порядка 60. Сняли домик. Частный дом просто за свои деньги. Скинули, сняли и разместили собаку. Мондро. Твайное яйцо. Житую я приняю. Тут не было ни окон, ни дверей, ни крыши, и все мы делали сами здесь. Все эти ограды, это все мы сами сделали. Вот это все разгородили, все там, там, вольеры построили, все это мы сами делали. За это время мы где-то пристроили, но где-то в общей сложности 250 собак с косвей пристроили, где-то порядка 50 котов. Вот кто главный прыгальщик. Одного пристроишь, одного подкину, одного вернуть. Вот и получается вот такой замкнутый круг. Да, не меняется. Некоторую погоду, и там у нас на Рябцево погода, больше года собаки сидят. Там животных 40 собак, ну, где-то плюс-минус, это около 40. Мои котов не могу точную цифру назвать, вот не помню. Наверное, где-то ли 60-70. Мы пристроили очень много. Конечно, судьбы всех нет. Следишь чисто физически вот животных, но если люди, хозяева, которые сами всегда хваниваются, фотографии, вот очень много животных, это, наверное, ой, за это время, если плюс, касаясь всех и волонтеров, этих приютских, ну, 700-то точно. Профессии самые разнообразные. Группа возрастная, наверное, от 18-ти, где-то до 40-ка лет. Наши волонтеры, это вообще отдельная категория. Значит, наверное, самый младший волонтер у нас 19 лет, самый старший волонтер 75. Активных, наверное, волонтеров, я так скажу, порядка 50 человек. Люди, которые помогают транспортом, люди, которые помогают финансово, таких большинство, и люди, которые берут на передержки, таких, к большому сожалению, очень мало. Преобладает, конечно же, женский пол, сильный пол, которые, девушки наши, которые водят машины, многие даже пошли на вождение для того, чтобы возить, помогать. Многие где-то снимают отдельно квартиры от родителей для того, чтобы передерживать животных. Да, есть у нас двое ребят, которые у нас волонтеры по котам, причем это тяжелее значительно, чем по собакам. И к ним никаких, не то что претензий, делать все очень аккуратно, очень чисто. Приятно после них вот зайти и посмотреть, как вот, насколько все убрано. я думаю, здесь, в Беларуси, мужчины более жесткие, большинство мужчин, как говорится, по характеру, жесткие. У них, по-моему, одна цель, деньги, машины, иметь чего побольше. Даже не смотрят, что там что-то еще есть. Это мое мнение, чисто такое. Они какие-то более жесткие, чем, по сравнению, чем за границей. Не знаю почему, может менталитет такой, может воспитание какое-то, не знаю, честно скажу. Не знаю, наверное, то же самое, выпить, погулять и все. Иди сюда, Дина, иди сюда. Есть те, которые считают, что семья на первом месте и в ней не должно быть вместо животных. Другие считают, что есть ли и должны быть животные, это только в случае, если будет свой дом, не в квартире, если они будут жить, а в собственном доме. Ну а есть которые говорят, молодец, что этим занимаешься. И зачастую нас считают сумасшедшими, но когда люди незнакомые с нами поговорят, когда люди незнакомые пообщаются с нами, когда они поймут образ нашей жизни, нашу мотивацию, большинство, конечно, людей относятся к этому с уважением и достойным пониманием. Я же нормально на работе работаю, я же не хожу в грязное, облезлое или так далее. Ну правильно, расставляешь просто приоритеты, многие, знаете, как считают, что женщина там не замужина, детей нету, все там. Я говорю, вы знаете, сколько у нас замужних и с детьми, и это, говорю, совершенно не показатель. Знакомые постоянно спрашивают, а сколько тебе за это платят? Вот этот вопрос самый первый, когда слышишь, что занимаешься бездомными животными. А сколько тебе за это платят? Да мне за это платят мешок любви, там море какой-то ласки и вообще всего остального. Да. Маму, вот так. Сегодня и в другой момент. Они уже едят сами. Это уже не просто занятие какое-то, хобби, это уже образ жизни. Наверное, квартиры на сегодняшний день волонтеры выполняют роль приютов в Беларуси. Сейчас, девчонка. Почему она не... Спасибо. Спасибо. И кто это у нас тут? Девчонка. Отзываемся все чаще на зову о помощи от людей, которые звонят, например, если животное попало в ДТП, либо животное в какой-то критической ситуации, либо животное, допустим, больное найдено на улице, то есть, которое нужно выхаживать, лечить. То есть, таких животных мы забираем в первую очередь. Есть, конечно, исключения, когда приходят забирать здоровых животных, например, у неадекватных хозяев. И такое бывает. Очень радует, когда бывает просьба «Дайте мне такое, которое никто не возьмет. Самое несчастное, я буду о нем заботиться». Вот это самое приятное. Второй шприц. Рыжик! «Дайте мне У нас каждый день такой. Капец просто. Люди не оплачивают за то, что они сдают совокупление. Естественно, все это мы дальше содержим за свой счет. Мы не берем деньги ни на стерилизацию, ни на кастрацию. Все это мы делаем за свой счет, только из-за того, что если мы будем брать за это еще деньги, люди просто будут желудок выбрасывать. В облабленках нету света, нету водоснабжения, нету канализации. Этот свет мы на данный момент подключаем за счет тех денежных средств, которые нам помог наш Гродно Жилстройкин. Но, к сожалению, пока у нас нет такого четкого источника финансирования, пока все это у нас получается на добровольных началах. За аренду нам помогает пару человек в Гродно ежемесячно, перечисляя определенную сумму денег. Почему именно это люди? Это не организация, это не предприятие, это люди, которые перечисляют часть денежных средств. Мы сами ложим своих на счет и оплачиваем уже аренду. Помогает нам, правда, наш Гродненский мясо-бомбинат тем, что выделяет нам определенное количество мясной продукции. Вот у нас есть, допустим, хороший спонсор, женщина, она сама из Белоруссии, но она живет в Испании. Ну, здесь и там, в Испании, но обеспеченная. Она очень прилично нам помогает, если что у нас, какие-то дырки, там, ремонт, там, что она вот, помогает нам. Так, потом еще с Германией есть женщина, которая периодически. С Америки у нас есть. Ну как, она сама из Белоруссии, она выехала, она проехала по всем домикам и выбрала наше. Она сказала, что ей больше всего нравится, как нас ухаживают. Говорит, я вам буду давать половину аренды, она каждый месяц нам оплачивает. Вот это наша спонсорская, которая из Испании. Ей муж, вот сейчас у него был день рождения, и ему сделала подарок, чек на покупку домика для нас. Занимаясь зоозащитной деятельностью, мы, в общем-то, занимаемся изменением политики нашего государства, потому что на сегодняшний день политика по отношению к животным, это, в этом случае, государственная политика, это отлов убийства и, в общем-то, покрывание этих убийств. То есть, да, я знаю, что эта деятельность, когда ты руководишь и когда ты предоставляешь много материалов и даешь честные комментарии, она вызывает негатив со стороны государства. Ну, наверное, государство должно прислушаться тоже. И не пытаться запугать или испугать, или пресечь, а пытаться что-то изменить. И мы вместе с государством ведь можем намного больше сделать в содружестве. И мы готовы работать вместе с государством. Мы просто хотим, чтобы, в первую очередь, депутаты, которые принимают законы, которые утверждают положение, поняли, что приютов нет, что на сегодня только убийства, а только убийства, скажем, в кавычках, заботятся о том, чтобы на улицах города и деревнях было чисто от бездомных животных, что на сегодня животных компаньонов рассматривают как мусор. И их точно так же коммунальщики вместе с мусором собирают. И зачастую ведь, если это не пунктной передержки, убивают либо полуживых, недобитых, просто выбрасывают на свалки вместе с мусором. Поэтому на сегодняшний день мы хотим, чтобы животные не рассматривались как мусор, чтобы была создана какая-то служба, которая реально, как Министерство природы, сможет охранять права этих животных, которая в отсутствии закона сможет помочь добиться где-то справедливости, и которая будет заинтересована защищать права животных. Ну а впоследствии надеемся на то, что депутаты поймут, что нужен закон, подчеркиваю в десятый раз, который будет реально защищать животных от жестокого обращения. И речь не идет только о котах, собаках. Мы говорим и о зоофермах, мы говорим о том, где выращивают пушных зверей, где фермы сельскохозяйственных животных. И, в общем, о диких животных, об отлове, об охоте, о капканах, да, все. Должен появиться закон, который затронет всех животных. Он, конечно, их не спасет, но он защитит какие-то права. На сегодняшний день общественная организация у нас в Беларуси абсолютно никак не поддерживается городскими властями. Впрочем, как волонтерское движение мы делаем очень много, даже, наверное, больше, чем оно бы и нужно было порой. Городские власти поддерживают нас хотя бы тем, что дают разрешение беспрепятственно на проведение акций, на проведение наших различных мероприятий. Спасибо им на это. Не мешают уже в этом хотя бы. Спасибо. В феврале месяце мы обращались к мэру нашего города о том, чтобы создать центр для передержки после стерилизации, именно кошек. Мэр города сказал, что да, я согласен, что то надо все-таки попробовать для того, чтобы знать, нужно ли оно. И пообещали нам, что нам подыщут помещение. По сегодняшний день уже прошло сколько, полгода, помещение не найдено, мне каждый месяц присылают вежливые ответы, типа мы вам ищем. Вы можете просмотреть неиспользуемые объекты, списки. Возможно, вам что-то подойдет. Коты – это естественные санитары города. Убрать всех котов мы не избавимся от крыс, мышей и других подобных грузунов. И будем потом заводить этих бездомных котов из других стран. В природу совсем вмешиваться нельзя. Нельзя спасти прямо всех и от всего. Но уменьшить их количество, сделать ограниченную рождаемость. Это вот первая задача, которая должна быть решена изначально. Потом уже создание приюта и создание каких-то организаций. К сожалению, сколько мы пытались объяснить, что те деньги, которые потрачены на отлов животных, они не восстанавливаются в отношении количества. То есть все равно живут столько же на улице. Их не меньше в любом случае. Даже если их отлавливают тысячами. Оставив одну кошку, кошка приносит котят. Котята приносят следующих котят. Вот вам геометрическая прогрессия. Если эти же деньги на отлов животных потратят на всего лишь стерилизацию, пускай только кошек, однозначно через 5-7 лет животных будет. В 2, в 3, в 4 раза меньше. Очень маленький процент помощи такой более централизованной от государственных предприятий. То есть, ну, можно сказать, единичный случай, когда нам помогли. Мы сейчас побывали уже на двух встречах с городскими властями. Попытались попросить о том, что нам необходимо помещение около 100 квадратных метров, может быть, немного меньше, поделенное на комнаты с канализацией, отоплением, хотя бы холодным водопроводом для содержания животных. То есть кошки-то не собаки, они не сдают шума. То есть оно должно быть доступно, хотя бы один транспортный маршрут должен ходить к этому помещению. На данный момент нам предварительный ответ дан – нет. Я очень часто слышу от чиновников такие фразы, типа «нужно людей жалеть», типа «вы тут со своими котиками, собачками». Это абсолютно не так. Начнем жалеть животных, поменяется отношение к людям. В декабре 2010 года позвонили в эгиду люди, которые проживали в микрорайоне Лошице, это Минский район, и попросили разобраться с ситуацией. То есть что-то их там настораживало, что за забором у соседа на какой-то маленькой веревке нечто, даже не было понятно, что копошится на снегу, вокруг все в крови, в какашках. Это нечто, даже не было понятно, что оно копошится. И они когда перебрасывали через забор какие-то кусочки еды, оно набрасывалось, это нечто. Все доктора, которые его осматривали, сказали, что это механическое повреждение, что это не автомобиль. Потому что если бы его сбил автомобиль, у него бы были повреждены внутренние мягкие органы. А на тот момент этого не было. Его привезли ко мне, мы его помыли, и он заснул. Вот он чистый, сытый, он просто заснул. Все здесь до сих пор, ну, надо что скажем, вот эти вещи, они были практически выднувшие. И они, вот видите, до сих пор не проходят, хотя это уже зажитые. Вот эти свежие рамки, лапки, которые не заживают, выкрученные, этого не замечают. То есть вы же видите, что он ест, играется, злится. То есть у него абсолютно все симптомы здоровой собаки. Его взгляде сквозило, я не знаю, как это объяснить, наверное, только ничего со мной не делайте, я все смогу. Конечно, понимания мы находили мало, не скрою. То есть даже некоторые, в общем-то, достаточно хорошие, известные волонтеры говорили, что это ненужная трата средств, что на эти деньги можно было бы помочь, там, не знаю, нескольким десяткам здоровых животных. Люди. Ну вот если брать наш маленький квадратик, в котором мы живем в большом мире, то здесь он, да, он любимый, его любят, его гладят. Но как только мы выходим за пределы этого квадрата куда-то дальше, реакция в основном негативная. Однажды у нас был вообще случай такой достаточно неприятный, я вам все это рассказываю. Мы гуляли достаточно, ну, поздно уже вечером. Вшел мужчина, прилично одетый. Дошел ко мне и говорит, сейчас как дам собаки вашей, чтобы она прямо здесь сдохла и не внучилась. Первые, наверное, месяцев семь ему нужно было давливать ночевой пузырь, потому что образовывался застой мочи, песок, камни, это забивало ему проход. В прошлом году у него был микроинсульт, потому что у него помимо парапореза, это, ну, паралич, разрушение спинного мозга, помимо парапореза у него еще очень сильная была черепно-мозговая травма. Глаза вылазили вообще наружу, то есть приходилось за рукой поддерживать их, вправлять в глазницы назад. Он был, наверное, первая собака-инвалид, которую приняли решение, что такая собака имеет право на жизнь тоже. У меня есть очень большое желание, если бы была такая возможность, я бы хотела иметь свой собственный приютик для животных-инвалидов, для животных-старичков. Очень-очень хочется, чтобы люди развивали в себе чувство гуманного отношения, в детях это воспитывали, и не стеснялись слез, не стеснялись доброты, не стеснялись проявлять свои чувства доброты. И давайте все-таки быть добрыми, и давайте чувство чужой боли. Я думаю, что все вместе с чиновниками, с государством, с обычными людьми, все вместе у нас получится. Первым делом запретить эту жестокость по отношению к животным, регулировать содержание животных, то есть это, собственно говоря, более строгий контроль за тем, кто заводит животное, за тем, как он его стерилизует, как он его использует. Я хочу как итог подытожить, что видность общественных организаций, которые помогают животным, это очень серьезная, огромная работа, которая забирает очень много энергии, сил, не говорю уже о том, что это забирает деньги, но эта работа очень важная, очень нужная, и хочется, чтобы в Белоруссии как можно больше людей привлекла внимание эта тема, и как можно больше людей присоединилась и организовала не несколько там организаций соузащитных, а чтобы все эти организации объединились в некое движение, чтобы организации между собой сумели найти общий язык и центр, и, в общем-то, должен появиться благодаря вот этому движению закон в нашей стране, и Беларусь, наверное, должна подняться на какой-то более высокий и цивилизованный уровень по отношению к не только бездомным животным, а вообще по отношению к чужой жизни, к живым существам. И только с помощью государства это возможно сделать. В большинстве государства в политике у нас для để помогать с вами на все время. Ага. Вот. И все трудные на работу в обычных условиях может быть обовых этих вещей. Как они называются «Дражения обороты», они хотят создать какой-то и круглый квартал, Иди сюда, там, то есть, там, выказано, заседано, просто не надо, чтобы выказано с пациентами. И, правда, я оставала, не на полицейском, там, где-то еще не хватает. Ну, да, вот тут, давайте, быстро покупать. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok